СПАРТАК 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 Бросок, что-то среднее было, короткий борется В борьбе с Мартыновым упал все-таки на лед И дальше у борта там пока застревает шайба СПАРТАК ее от борта отрывает СПАРТАК в свою очередь, мы видим, внимательно играет перед своими воротами Ну и вот может быть момент здесь и попытка нет Все-таки не дают бросить по воротам Лукьянцев рвался в борьбе с Ремезовским Упали, ворот снесли Ну и остановки, я так понимаю, просто потому что снесены ворота Игорь Мартынов располагается вот тут на вершине И, в общем, Куменюк бросает, отбивает Рогатко, добивание И все-таки это был бросок, опять по воротам Казалось, там уже защитник забирает шайбу А Польцовских так с мясом реально бросал и по шайбе, и по клюшке У Спартака на большинство И мы видим, что уже здесь, видимо, скорее под игру в равных составах 5 на 5 Ну, по крайней мере, пара уже рекоментирован Ух ты! В Зеландии Кожушко принимает поздравления во втором матче подряд В Зеландии Кожушко забивает И какой бросок В ближний верх не получился угол Рогатко среагировать был не в состоянии Да, это любопытно Человек только-только забил первый гол на следующий день Вот уже и второй шайб А здесь в меньшинстве Спартак, смотрите, два в одного Выход Рябов вернул налево Бросок отсюда ловит Рогатко Это Тюрин, защитник подключился к этой атаке И именно он бросал, но вратарь 46-х справился Лутфулин, Андрейченко, Ремезовский, Едопекин слева Пас на лицевой и на дальнюю штангу потом перевод Здесь накрывает шайбу Кузьменко Филиппов отдавал, но там подбирая шайбу снова пас вдоль борта за ворота Рогачев, бросок и Кузьменко здесь в игре Здесь ее подбирает Созинов Ну и никуда не торопитесь Последние секунды уже просто защитник расположился там в углу И дождался сирены, ну вот так Ну мы настроены очень сильно, серьезный соперник Наш прямой конкурент это СКА Вот Надо было забивать в своем большинстве, что мы и сделали Налево Марышев И вот такой бросок, но здесь уже и Рогатков в этом периоде тоже вступает в дело Примерно так же, как и Ярослав Кузьменко Лутфулин в центр смещается И вот бросок отбивает Кузьменко Подбор за СКА И еще бросок Лутфулин справа Мимо ворот шайбы пролетело Короткий ему и замец его отдавал на передачу Рапов бежит, получает шайбу от партнера Пытается от защитника уйти И в падение все-таки так одной рукой, но бросает Поворотом это было не очень опасно для бордаря И вот ответ СКА, Лутфулин, шайба играв по центру Лутфулин сам, Кузьменко отбивает, шайба отскакивает И за линию ворот уходит Играет против Храпова В этот момент Цусуев ввется к воротам И получает шайбу И на дальнюю штангу отдает Там Варежкин пытается затолкать Оттесняют его за ворота 46-й, но атака продолжается Цусуев пытался из лицевой выдвинуться Налево перевел Андрейченко, бросок попадает в своего же партнера Филиппов там занимал позицию перед Кузьменко И продолжает его сейчас вытеснять с пятака Марышев Но а шайба Кузьменко все это время Шайба на синюю линию к Созинову Андрейченко Бросок по воротам отбивает Кузьменко блином Яриков ловит, опускает на лед Шайба от Матвеева Петербургского Бросок по воротам Кузьменко и добивание И Кузьменко опять останавливает шайбу Ну вот два броска Беленчук, Ильин Но с обоими бросками справился вратарь Спартака Рябов там тоже был готов эту шайбу уже подобрать Но не получилось Здесь Варышкин на синей линии подставил клюшку Но все равно он отскочил к короткому Короткий бросил И Кузьменко клюшку потерял Реагируя на этот бросок Золотин подобрал, подвел эту клюшку обратно Своему голкиперу Шайба в этот момент уже в зоне СКА Очередной заблокированный бросок Да Так, а это Ковчук Объехал ворота Нет, здесь Кузьменко был готов Дальше передача на Сливченко Обратно к Графу И Граф к воротам пытается прорваться Бросает, но мимо шайбы проходят Калинин Спартак очень прижимает своим воротам Синяя линия практически свободна у петербургской команды И Спартак может теперь поиграть в позиционном нападении Но нет, не удержали шайбу хозяева И вот здесь, если бы чуть лучше обработал эту передачу Беринчук Мог бы получиться опасный вариант Но он и так получается Сливченко бросает воротам И ловит шайбу Кузьменко Все еще 1-0 в пользу Спартака И вот Варежкин и Сусуев вдвоем Уже в зоне атаки Сусуев Попытка бросить Там рикошет от соперника Улетает шайба в сторону Высокие скорости Большое количество бросков и моментов Так Удаление, видимо, будет Побежал Рогатко Просто уже не успеет СКА добежать до зоны атаки Снова, поэтому 12 секунд Даже вот 13 на тобой сейчас горит 13 секунд на большинство У СКА будет после второго перерыва Да не сказал бы, что лучше Два периода мы отыграли хорошо В принципе, создали хорошие моменты Да, действительно, не хватает реализации Но ничего, сейчас поработаем третьим, забьем Здесь Кожушко поборолся на красный рейт Получил передачу от партнера Идет к воротам И бросает с неудобной руки Но готов к этому С неудобной руки Вот, посмотрите, да Одной рукой буквально удержал шайбу Рогатко тогда выручил Сусуев, какой пас и спасает Снова Рогатко Варежкин в упор уже Должен был не то, что забросить Там, в общем, задвинуть шайбу в ворота И видел, что Копчук пока еще там за синей линией Поэтому он снова остался в средней зоне Вот теперь Копчук Пошел, пошел обыгрывать Девять довел до броска Поворотом Но Кузьменко выручил Классный был момент в исполнении Копчука Ответ Спартака Храпов справа Яриков Ильин Еще бросок Снова Кузьменко ловит шайбу Еще одно в братсковом зоне Спартака Рогачев вдоль борт Вдоль синий Копчук Бросил добивание и гол И СК сравнивает счет Делает это Егор Граф Вот оно добивание Отскочила шайба от вратаря И Граф добил 1-1 Даже не от вратаря Шайба отскочила Бросок от синей линии Получился сильным С Севастьяна Копчука И шайба до Кузьменко не долетела Остановился у левого борта Из угла Выдвигается С Сливченко Тоже бросок Бросок с неудобной руки Дотягивается Кузьменко Спартак не сумел Здесь вывести шайбу Из своей зоны Бросок Копчука Развел руки в стороны Главный арбитр Возможно и в штангу Шайба попала И шайба у Сусуева Ну и что Спартак Сусуев Сам решил бросить поворотом Забрал шайбу Рогатко Ну и собственно и все На этом Опасность Миновала Марышев Нашел вариант для броска Но тут и выше шайба летела Ну и Рогатко тоже Сумел сыграть Ну и что и заканчивается Время третьего периода Ничья 1-1 Очень быстро отыграли команды 60 минут игрового времени Ставил шайбу в зоне атаки Короткий Подключил от Фулина Бросок Не попадает шайбу в створ Короткий 46-й по-прежнему в зоне соперника Короткий Еще бросок Это гол Это гол Матвей Короткий Приносит победу СКА 19-46 Во втором матче В этой спаренной связке Сильнее оказываются Гости из Санкт-Петербурга Но слушай у Матвея Короткого Сколько было сегодня моментов Помнишь большинство Которое разыгрывали петербургцы Во втором периоде Его несколько раз Выводили на бросок Но постоянно Ярослав Кузьменко Свою команду выручал И вот в этой ситуации Вот ведущая связка Петербургской команды Как раз в этой результативной атаке Ну игра Вот я вам скажу Что плей-оффская игра Такая интенсивная Энергозатратная Ну зрителям нравится Такой хоккей Да, азартный И я благодарен ребятам Что они играли до конца Все 60 минут Даже 65 минут Что мы выиграли в овертайме Победа есть победа